Всем привет! Вы на канале Лика Беларусь. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как я буду сейчас красить корни волос супер блондом. Супер блонд я взяла от концепт в номере 12.1. Поэтому, если вы знаете, у меня проблема очаговая седина, если вы смотрели мои ролики, поэтому я придумала новый способ, как, чтобы цвет не провалился в эту часть, что сделать. Так что, кому интересно мой такой новый интересный эксперимент, оставайтесь со мной и поехали! Значит, сегодня задумка у меня такая. Я тут немного изучаю вопросы колористики, смотрю, как можно вот с моей проблемой вот этой очаговой сединой бороться. Поэтому вот я нашла такой новый выход. Как бы их много выходов, но почему-то меня больше вот этот привлек. Ну, значит, давайте посмотрим на мою базу. Значит, вот я месяц назад красилась. Видео, если вы не видели такой красивый холодно-бежевый блонд, я оставлю вам где-нибудь сверху подсказочку. Можете посмотреть. Я там осветляла, значит, капусом пастой корни, а потом тонировала эстель так 10.6 вроде бы цвет называется. Ну, очень красивый цвет получился. И, кстати, смывается красиво. Как бы вот все неплохо. Вот такой цвет после вымывания. Ну, вот у меня, кто смотрел мои видео раньше, ссылочки я вам сверху поставляю. Вот такая проблема. Вылезло вот такое пятно. И когда я кражусь какие-то холодные тона в светлые краски, то у меня, вот если особенно из пепельной фиолетового какой-то пигмент, оно вот тут светится, проваливается, потому что седой белый волос, он не содержит в себе пигмента. Поэтому вот цвет в чистом виде вот такой серо-фиолетовый получается вот эта полоса. То есть все волосы осветляются какой-то цвет. Вот видите, желтенький какой-то золотистый приобретают. А тут вот тупо он такой получается серо-фиолетовый. Вот я многое изучала этот вопрос, чтобы, блин, такое сделать, чтобы этого не было видно. И, значит, вот мне понравился вот такой эксперимент с красочкой. Я тоже купила от Концепт. Сейчас, конечно, стоит Вэлла и всего вот эти вот нерусские краски очень дорого. Просто космический денег. Поэтому я сейчас ищу как бы красочки в очень бюджетном таком сегменте. И вот из одной из этих мне вот понравился Концепт. Потом мне понравилась Поинт красочка. Вот хотела ее вначале попробовать, но подумала. Ладно, начну с Концепта. Свои эксперименты. И Константилла, в принципе, недорогая относительно. Хотя она вроде бы итальянская. Ну, вот я решила все-таки с Концепт начаться. Одно я заказала на Валдерес, для чего-то, не знаю, по привычке. А вторая была, кажется, в магазине за те же деньги. Как бы Концепт не подорожала особо. Наоборот, сделали новую упаковочку. 100 миллилитров, большой тюбик. Это российская красочка, что очень радует. И цена очень бюджетная. И много миллилитров. Вообще круто. Так что, если она справится с своей задачей, которую я ей придумала, я буду просто в восторге. Значит, цвет, как я вам говорила, у меня в 12.1. Это экстра светлый платиновый. 100 миллилитров. Красочка профитач называется перманентная. Ну, посмотрим. Ну, вот я думаю, вот этот вот платиновый цвет, он там, наверное, серый, такой больше будет. Вот он может провалиться, вот как Белла, которую я тоже суперблондом осветляла. Она тоже у меня провалилась вот в эту мое пятнышко белое. Почему она появилась, я не понимаю. Что пошло не так, не знаю. Вот теперь это моя проблема века. Она получается вот именно на проборе. Если взять чуть-чуть дальше, его нет. Вот, ну, вот чуть-чуть подальше. Оно где-то сантиметр на сантиметр. Вот тут его уже нет. Ну, уже у меня, конечно, рассеянная сетина есть, но не так-то много. Видите, тут вот тоже. Вот оно пятно именно вот в этом месте. И вот, и на таком самом, где я ношу пробор, оно всегда видно. Мне это вот не нравится. И я вот этот вопрос уже давно изучаю, изучаю, изучаю. Значит, хочу вам подсказать, если, ну, не осветлять, а просто вот затонировать красочкой. Мне очень понравилась форма вида. Она не провалилась. Она вот даже где пересветленные сухие участки на блонде, офигенно все выровняла. Просто ровный блонд без всяких вот этих вот пятен вообще не видно было. То есть, если затонировать, то та красочка класс. Вот хочу потом там другие цвета попробовать. Я 922 пробовала. И вот хочу какой-то на десятом уровне там попробовать. С разодинками там какой-то, помню, цвет понравился. Вот, если хотите, вот форма вида мне очень нравится. Здесь такие есть какие-то у вас проблемы, как у меня. Очень классные. И вот вроде бы еще, говорит, матрикс. Ну, у нас матрикс я не могу найти. Даже в интернете как-то там его мало. И как-то он сейчас очень подорожал. Поэтому я смотрю красочки теперь российских производителей. Доверяем отечественному производителю. Значит, вы смотрите, что я придумала. Значит, так как в седом волосе нет пигмента, как говорят колористы, надо его туда внедрить. Чтобы краски, которые будут осветлять или обесцвечивать порошок, то ему надо с чем-то работать. То есть надо вот этот пигмент. Вот, чтобы его туда внедрить, значит, можно покрасить. Но вот я посмотрела, вот такую красочку 9000 я взяла. Ее в чистом виде или некоторые с водичкой разбавить. Вот я не знаю, как лучше, с водичкой или в чистом виде. Наверное, лучше в чистом виде, чтобы надежно не было. Взять в чистом виде краску без каких-либо окислителей. И промазать вот это вот место. И посидеть там 15-20 минут. И высушить его, чтобы оно... И все, и потом осветлять или порошочком, или какой-то вот их суперблондом. И тогда оно не будет вот так бликовать на моем проборе. Ну вот, попробуем. Купила эту красочку 9000. Это как раз серия для седины. Она такая более пигментированная, я думаю. Ну, я надеюсь, должно получиться. Ну, попробуем. Значит, что я беру сейчас? Я беру вот эту красочку. Буквально, наверное, сантиметрик у меня такой, ну вот, небольшой пятнышек. Я думаю, мне должно хватить. Но я не буду, наверное, разбавлять водичкой. Сейчас, посмотрите, если как раз сильно пустая, то чуть-чуть разбавлю. Если более-менее такая средняя, то так. Так что сейчас выдавлю и вернусь. Ну вот, смотрите, я взяла мисочку. Вот такая у меня есть кисточка с расческой. Вот столичка красочки. И, значит, сейчас буду тут и пятнышко. Где она начинается у меня, вот я сейчас поищу. Вот, притираешь. И буду прям по... Ну, она вот такая густенькая. Буду вот прям по нему мазать. По проборчику вот так. Добавлять в волосу пигмента. Чтобы потом спецблонд нормально мог осветлять. Беру прядочки, чтобы хорошо все там промазать. Можно еще добавить этот краситель 9.00 в 12 прям саму красочку подмешать. Ну, что-то мне так не хочется. Я решила вот именно на это пятнышко намазать. Ну, и вот так вот дальше буду мазать. Я свое пятнышко все намазала красочкой. Как-то так ничего не видно особо, да? Подсушила феном. Она только сейчас такая тверденькая стала. Ну, значит, я 20 минут жду. Ой, подождала 20 минут. Феном посушила. А сейчас я буду разводить красочку. Вот эту 12.1. Значит, эта краска супер-блонды всегда разводится. А я не знаю, вот тут написано или не написано. Но всегда вот эти супер-осветляющие серии один к одному разводятся с большими оксидами. Ну, тут вот что-то не указано. Обычно в других, таких как вот Вэл, Лонд, ну и очень много других, всегда прямо на коробочке пишут, как разводить. Но тут не указано. Ну, ладно. Мы так об этом думаем. Значит, на 100 грамм краски, красочка 100 грамм, половин миллилитров, ну, грамм миллилитров, 100. А две бутылочки оксида я беру 12-процентно, так как лучше уже осветлить из нас хорошо. Я с Вэлла его также применял в 12-процентно, ничего страшного не происходит. Там весь смысл в том, что очень много аммиака в краске, перик сиодорода он гасится, поэтому идет реакция и никак сильно не влияет. Это с порошком, если применять 12, то да, там, ой-ой-ой будет. А с красочкой это наоборот, как технологи говорят. Если маленькие оксиды использовать на таких красках, то вот тогда волос повреждается, потому что большое количество аммиака, оно не гасится, попортит волос. А нам надо его погасить, поэтому большой процент так всегда обязательно 9-12. Но я думаю, зачем брать 9, оно потом немножко недосветлит, когда лучше 12. Я вот сколько даже смотрела блогеров, кто брал 9, все равно говорят, лучше сразу брать 12. Поэтому я тоже, я даже 9 и не пробовала, я всегда беру 12-процентно. Там, я уже думаю, разницы особо никакой. Значит, на полкраски буду только корни осветлять, поэтому я возьму полцубика, это 50 мл. И одну бутылочку перекиси, 100 мл. То есть 50 грамм краски, 100 перекиси, 1 к 2. Ну и посмотрим, что у нас получится. Ну что, поехали дальше. Ставим мисочку на весы, оттариваем ее, чтобы был ноль. Значит, красочка 12,1 у нас, 50 грамм. Пока я, вот тут вот, кто не знает, вот тут такая штучка, вот крышечка, ее откручиваешь и вот так прокалываешь красочку. На всякий случай, если вдруг кто не знает. 50 грамм краски и 100 оксида. Ой, пусть густая красочка, конечно. Тяжело так выдавливается, конечно. Так, ну вот, 49, ладно. За 1 грамм я не смогу добавить. Сейчас посмотрим оксид. Значит, оксид 12%, 100 мл. Сейчас оттариваем красочку. Сейчас как раз проверим, 100 тут миллилитров или не 100. Ого, какой густенький, как крем такой. Ну вот. Ну там, наверное, еще сейчас, чтобы 100 было. Ну вот, на баночке прилипло. Густенькое, конечно, все такое, густенькое. 90, да, получается. Ну ладно. Пусть будет тогда 90 и перемешиваем кисточкой. Вот такая густая красочка получается. Вот такая у нас будет. Все. Иду красить корешочки. Все. Корешочки намазали. Смотрите, уже этот процесс пошел такой в рыжинку превращается. Корешочек. Кстати, интересная краска, что она никакого фигмента такого фиолетового или серого не дает. Он такой цвет бежевый, слегка розовый был. Хотя цвет платиновый. Единичка это вроде бы пепел, значит. Даже не знаю. А вот там, где я наносила красочку на свое пятно седое, она такая с чернотой какой-то. Ну, заодно проэкспериментируем, посмотрим, лайфхак получится мой или не получится. Если что, у меня еще полутюбика красочки есть, я потом домажу. Все, буду сидеть час, потому что суперблонды работают час. Они очень медленно, очень аккуратно осветляют волос, поэтому надо час. Это не порошок, который очень быстро. Суперблондами надо сидеть 50-60 минут. Я буду 60 час. Так что, потом слиться. Прошло у меня час. Я еще проэмульгировала на волосы 10 минуточек. Еще подожду и смою вот такой вот цвет. Пока желтезной, посмотрим, что будет дальше. Я вернулась. Значит, волосики помыла, посушила. И что, девочки, я в шоке. Реально работает. Но, как всегда, я все запорола. Колорист, короче, так себе. Короче, моя идея насчет лайфхака с пятном седины не получилась. Смотрите, получилось какое-то темное пятно от вот этой вот красочки 9-0-0. Знаете, что я подумала? Может, правда, надо было или с водой разбавить, или все-таки там гриле 9-0. Но я решила сумничать и для седых волок сделала 9-0-0. Думаю, она более пигментированная для седых волос. Может быть, я это сделала зря. Не знаю. Но я думаю, еще потом проведу как-нибудь эксперимент с корректором. Золотым или медным корректором. Микстоном. Я его прям вот тоже с водичкой разбавлю, на мажу. Потому что тут, блин, такой цвет красивый. Посмотрите, он реально платиновый. Я его еще так немножечко у меня краски осталась. Я взяла с водичкой, проэмульгировала по всей длине. Как бы, конечно, особо ничего не изменилось. Но цвет немного посветлил. У меня более бежевые волосы, более-таки платиновые. Ну, в принципе, цветы называются платиновые. Зараз один. Ну, что я сделала? Значит, расскажу свой секретик. Я его подсмотрела у колористов. Значит, вот когда красочкой 12-1, ну или 12-й рядом, неважно, получилось желтовато. Такой, вы видите, что такое желтоватый оттенок. Я тоже вначале смотрю, что-то как-то желтовастенькое, такое, рыжавастенькое. Но не сильно темно-рыжий, то есть не темный. Такое достаточно, как темное золото. Но, опять же, это мокрые волосы. Если бы подсушить, может быть, они светлее получились. Но почему-то я решила не смотреть результат просто после краски, а все-таки решила по фиолетовым шампунем промыть волосы, так сказать, нейтрализовать желтизну. Это я тоже посмотрела у колористов, что они так делают. Вот у меня вот такой вот эстель, чистый цвет, нейтрализация желтизны, тамантиелу, пигмент, витамин В5 для холодных оттенков блон. Как бы он, вот я сколько смотрела рейтинги всякие, он довольно-таки неплохое место занимает, потому что у него пигментация достаточно сильная. Он такой прям темно-фиолетовый. То есть он реально так вот цвет оставляет хороший. И если его подержать, вот я как-то один раз подержала так, минуточки 3-4, и прям так хорошо-таки холодные-холодные волосы были. Сейчас я недолго держала, помыла, так немножко помассажировала, туда-сюда. Но знаете, мне показалось после именно фиолетового шампуня, когда я уже смотрела волосы, они уже не такие, даже мокрые были, не такие зомно-желтые. То есть он реально работает. То есть возьмите себе на заметку, если волосы желтоватые получились, то помойте фиолетовым шампунем вот таким вот. Ну, я думаю, можно и другим каким-нибудь. Или бальзамы всякие разные есть, фиолетовые, нейтрализующие желтизну. И реально это работает. Мне кажется, даже корни посветлели. Если не брать вот это, что я пятно намазала, то не получилось. Короче, что было белое, теперь темное. Не одно, так второе. Ну ладно, будем дальше экспериментировать. Тот цвет, если брать в других, ну, где без этого, посмотрите, какой красивый цвет получился. Без переходов. И даже там, где у меня была такая, помните, темно-желтая полосочка, она вся выровнялась. Ну, как бы я не знаю, только заслуга это краски или это комби краски, краска плюс фиолетовый шампунь. Но я хочу вам сказать, эффект круче, чем от Велла Калистон, который стоит сейчас очень-очень дорого. А эта красочка вообще супер бюджетная. То есть, реально находка, пробуйте. Ну вот, я бы еще даже попробовала другие цвета. Я хочу в следующий раз попробовать с кем-то фиолетовым пигментом. Но самое интересное, что, в отличие от всех красок, которые я пробовала, вот такие 12-го ряда, ну, я не так сильно, скажем так, пробовала, но пробовала всякие блонды, она не дает ни серийный, ни фиолетовый цвет. Ну, что, даже я вам показывала, когда краска на голове была, она как-то бежево-розоватая какая-то была. То есть, нету таких сильных фиолетовых, серых тонов, вот кому это принципиально важно, кто не любит вот эти фиолетовые, серые полоски. А это очень часто даже от Велла Калистон, Лонда, получается. Поэтому вот в этом плане так краска круто работает. Я вот еще смотрела муд-краска очень хорошая, но она, опять-таки, не дешевая уже, как бы... Ну, и вообще, если брать с этой, там в два раза дороже, чем эта. Поэтому вот муд, вроде бы говорили, серебристый цвет, 12 вот с серебром, тоже не дает никаких синих, фиолетовых полос. Ну, и это не дает, посмотрите. Сейчас возьмем без моего пятна вот где-нибудь. Волосы. Тут вроде бы не должно было попасть. Смотрите, без всяких переходов. Я в шоке. Я даже, если честно, не ожидала, потому что я читала про нее отзывы. Кому-то вообще не понравилось. Говорят, Эстель лучше вот эта. СОС серия отбеливающая. А я, наоборот, в восторге. Я говорю, что я от Вэллы, дорогущей, и то такого эффекта не видела. Реально. Ну, может быть, да, от Вэллы. Волосы, конечно, шикарные, блестящие, таки рассыпчатые. От этой немножечко... Ну, я еще, если честно, не поняла, я куда смывала. Ну, нормальные были волосы. Не особо там супер мягкие, не особо жесткие. Обычно нормальные волосы, как после окрашивания. Но, конечно, когда вот этот фиолетовый шампунь я нанесла, волосы очень жесткие стали. Поэтому... А вот еще забыла рассказать. После самой красочки, вот эту 12-ю, когда я смывала уже супер блонд, я вот таким шампунем смывала. Это... Так, по-русски. Шампунь для стабилизации цвета. Защищает окрашенные волосы от выцветания, выгорания и быстрого вымывания пигмента и структуры волос. Применяется после процедуры окрашивания. Шампунь фиксирует защищать цвет, прекращаются кислительные процессы внутри волоса. То есть, очень много в каких фирмах такие есть. И Волин есть, и в Астеле. Ну, то есть, профессиональный почти вроде бы. Во всех. Но я взяла, мне понравилось, что такой маленький фарматика. Так как крашусь редко, пока, посмотрите, я уже, наверное, три раза и мыла голову. И вот у меня еще сколько мы мыла. Бутылочка 150 мл. Фирма Пикассо. Не Пикассо. Би-би-ван. Ну, как бы, вроде бы, должна быть эта фирма итальянская, насколько я помню. Ну, вот, такие маленькие бутылочки. Там еще есть и бальзам. Масочка, не помню, была с этой серии. Нет, бальзам точно был. Я решила шампунь. Вот, вот таким я вначале, вот именно после этой краски, я помыла вот этим шампунем. Чтобы все чешуйки закрылись. Процесс окрашивания стабилизировался и остановился. Ну, вот мне в комментариях написали там, что я чуть неправильно сделала, что после обесцвечивания именно пудрами, пастами надо все-таки шампунь глубокой очистки. Ну, может быть, да, так. Я думала, может быть, какая разница этим помыла. Но, может быть, да, в основном мастера глубокой очистки шампунями моют после именно обесцвечивания. Ну, так как это краска осветляющая, не обесцвечивающая, а осветляющая, а вот это как раз в тему. Так что вот этим я помыла вначале, чтобы красочку смыть, чешуйки закрыть, волосы разгладить, потом фиолетовым шампунем. Ну, потом я, правда, питательную масочку нанесла, потому что после фиолетового шампуня волосы такие жестоковатые были, так и не люблю. Вот. И посмотрите, как круто все получилось. Я в шоке. Я в шоке. Такой цвет ровный. Я, если честно, от этой краски как-то не ожидала. Я думала, судя по отзывам, все-таки будет что-то желтовато. А тут нет, ну, фиолетовый, серый, просто реально беленький, классный, выровненный волос. Блин, я уже даже не знаю, искать ли мне другой какой-то суперблон. Мне этот очень понравился. Все равно мне очень интересно поэкспериментировать с другими, а вдруг где-то лучше. Поэтому берите на заметку. На всякий случай, если цвет ваш не вытянет до нужного вам уровня. У меня, кстати, где-то седьмой уровень глубины тона, свой родной. Поэтому, ну, ты говоришь, почему-то все классно осветляет. Велла, а мне вот не очень. Как-то желтезной все-таки получилось. Поэтому на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Но в соотношении цены лучше вот с такими концептами поэкспериментировать. Все-таки дешевле по бюджету никак не удается. Ну, а что хочу про мой эксперимент с 9.00, то нет, не делайте так. Что-то у меня это не получится. Но я надеюсь, это темное пятнышко смоется от двух каких-нибудь там помывок головы. Или у меня... Ну, посмотрите, я обалдею. Смотрите, какой цвет. Смотрите. Блин, у меня, помните, рыженького тут было? Даже после пасты капуст. Но я там, правда, на 4,5 ксис. А тут, конечно, на 12. Но это краска. А у нее волосы мягкие, классные. А паста, она такая что-то по типу порошка. Я думала, паста будет мягче, но нет. У меня даже эти мелированные вот эти вот тряпки, что у меня были, поотваливались немножко тогда паста. А тут все четко, все классно. Ничего не отвалилось, не выпало. Волосики лжевые, хорошие. Блин, цвет вообще... Реально платино вы получили. Да? Я, ну, может, не светлая платино там супер белая. Ну, давайте, у меня уже тут вечер. Это свет у меня искусственный. Я завтра утром еще покажу вам на дневном свете. Как все получается. А так, в заключение, я хочу сказать, супер краска с фиолетовым шампунем от ТЦ. Я не знаю, как другие сработают, но фиолетовая ТЦ сработала офигенно. Вот это комби по росту, это класс. Так что, девчонки, покупайте, пользуйтесь. А я еще дальше буду экспериментировать с цветами, с фирмами других красок. Опять же, бюджетных. Потому что сейчас цены очень сильно выросли. Я нашла супер блонды бюджетного сегмента. И российский, и итальянский. Даже одну нашла недорогую. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Ставьте класс к этому видео, если вам понравилось и было полезным. То есть полезным тем, что краска супер. А не совсем... Вернее, тоже полезным, чтобы не так никто не делал на счет 9.00 на пятном. Что-то не получилось. Поэтому все. Завтра покажу вам цвет моих корней волос на дневном свете. Ну вот, у меня уже утро следующего дня. Дневной свет. Немного пометок после с наличкой. Но суть не в этом. Мы смотрим волосы. Значит, смотрите. Ну, блин, ну как я могла этим пятном все использовать? Значит, смотрите на дневном свете корешочки. Значит, хочу сказать, что... Ну, если вы ни разу не пользовались суперблонными, то есть я хочу вам сказать. Вот эти волосы, которые свои, они все равно будут с легкой желтизной. Эта краска так волос не убивает, как порошок. Порошок, он обеспечивает. Он вообще там меланин так разбивает, что потом волос мертвый. То есть краска, она бережнее более относится к волосе, поэтому легкий желтый оттенок все равно будет. Но я посмотрела, понаблюдала за девочками, которые очень долго пользуются суперблондами. Вот это потом... Во-первых, волосы у них лучше, говорят, становятся. И такие погуще, поплотнее. А это очень большой плюс для блондинок. И значит, что? Когда вы просто вот в следующий раз, когда отрастет немножечко волос, то есть вот эта желтизна, которая небольшая на свой натуральный волос была, она, видите, как у меня тут взяла и осветлилась. То есть по длине, в общем, потом волосы будут светлые, красивые. Это только вот этот минимальный корешочек, а его надо не больше сантиметра затягивать. Лучше вот каждый месяц, вот ровненько каждый месяц красить корень. Тогда это, во-первых, незаметно. Видите, он слегка желтовастенький. Если вы суперблондами еще ни разу не пользуетесь, то есть небольшая желтизна. Но она минимальная. То есть она глазу, вот так видите, незаметная. Прям сильно присмотреться, тоже не сказать сильно, что даже рассмотрите. А в общей массе это вообще не видно. Смотрите, вот так вот вообще не видно этой полосочке. Вот, посмотрите, вообще не видно. Поэтому, я думаю, не запаривайтесь по этому поводу, потому что в следующий месяц, когда вы будете опять сантиметрик свой осветлять, вот эта вот желтизна, она осветлится еще лучше, и все, и будет чистенький беленький волос. Но если вам это сильно прям не нравится, то, в принципе, можно затонироваться какой-нибудь красочкой. Это с фиолетовым или таким серым пигментом тоже можно делать. Девочки так. Вначале осветляют суперблондом, а потом тонируют волос. То есть, ну, по-всякому можно. Вот об этом я хотела сказать, что такое может быть. Ну, а так очень красиво, да? Красивый цвет получился. Я в восторге от красочки. Тем более такой дешевый. Просто супер. Смотрите, чистенький. Даже где у меня была рыжина, все осветлилось, вырыжилось. Поэтому очень, девочки, советую. Но все равно мои эксперименты на этом не заканчиваются. Я хочу еще разные бюджетные красочки протестировать. Просто ради интереса. Другие цвета. Посмотреть, что как получится. Так что не теряйте меня. Подписывайтесь за меня. Чтобы дальше мои цвета посмотреть. Мне очень нравятся блонды с розовинкой. Вот еще хочу какой-нибудь попробовать, чтобы с розовинкой было. Вот сейчас присмотрю какой-нибудь. Я один присмотрела. Может быть, Estelle Essence 1065. Ну, или вот что-то типа того. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не потерять меня и видеть, когда видео выходит. И сейчас я в скором времени очень быстрое восстановление волос в видосик скину. Поэтому до встречи в следующем видео. Пока-пока.